а я вам сейчас покажу и даже немножечко расскажу здравствуйте меня зовут дмитрий танкович традиционно поговорим о том что произошло последние пару дней и сделаем это с должной долей иронии сарказма и я напомню если это видео вам симпатично поддержите его комментарий лайк подписка на канал я буду вам очень благодарен давайте начинать скажите мне что вы знали о сглазе я понимаю странно вопрос самом начале программы тем не менее по русским народным поверим считалось что человеку которого дурной глаз способен сглазить просто посмотрев на кого-то конечно прогрессивные современные люди подобные вещи не верят но что вы скажете на такое путин потребовал чтобы в ближайшее время россия стала четвертой экономикой мира и а по тут же оказалось на 6 и это не первый раз когда происходит подобные странные вещи вот еще путин заявил о растущей поддержки россии со стороны других государств и снова опа российские карты мир теперь принимают только в белоруссии абхазии южной осетии таких примеров огромное количество как тут не поверить что сглаз существует хотя как мне кажется тут все гораздо сложнее помните царя медаса я имею ввиду ну не лично помните а из истории царь медас по легенде был наделен богами золотым даром и все к чему он прикасался превращалась золото с путиным похоже но обратная ситуация даром его наделили не боги а скорее демоны и не даром а проклятием все к чему он прикасается даже все о чем он просто говорит превращается не в золото в отходы жизнедеятельности причем это не все демонологические проявления в поведении путина периодически его тело занимают разные сущности ну вот пожалуйста в сети уже появилось сравнение двух обращений путина с разницей в пару недель мы знаем что преступление совершено руками радикальных исламистов россия не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов вот как тут быть больше всего удивляет реакция самих россиян на подобное заявление такое ощущение что у большинства населения россии проблемы с краткосрочной памятью и каждое новое заявление путина автоматически стирает в их памяти предыдущие таких примеров огромное количество вот пожалуйста новость от 2018 года владимир путин поручил проработать вопрос строительства моста на сахалине а вот новость 2024 года путин считает что мост на сахале не нужен президент россии сообщил что правительство прорабатывает этот вопрос шесть лет прошло но рекордсменом конечно же является борьба путина с трущобами помните вот уже 15 лет он с ними борется причем каждый раз он это делает одними и теми же словами в россии уже мне кажется превратились в труху старые трущобы и появились новые а он все продолжает с ними борьбу возможно это из-за того что путин не доверяет современным технологиями поэтому свои поручения правительство отправляют курьером и так случилось что все курьеров которых он отправил по дороге или мобилизовали на войну или посадили а потом ну конечно же мобилизовали а может быть все гораздо проще у путина за более чем 20 лет у власти наверняка образовалась такая годовая папочка обращение к народу и он по очереди берет из этой папке листочки зачитывает оттуда что-то и когда листочки заканчиваются он просто перекладывать стопку и начинает читать по новому кругу а еще владимира путина есть уникальная черта выдавать желаемое за действительно вот так он например говорит о том что сейчас демонстрирует россия у нас страна которая демонстрирует уникальный пример межконфессиональный межконфессионального согласия и единства давайте пропустим тот факт что не с первого раза ему удалось слово межконфессиональность но послушайте я может ошибаюсь это первый раз когда путин сказал правду давайте посмотрим на уникальные примеры межконфессионального согласия единства в россии можно например вспомнить дагестан да где местные жители искали представителей еврейской национальности в турбинах самолета и делали они этому конечно для того чтобы вместе прийти к согласию единства екатеринбурге мигрантов которые получили гражданство россии пригласили в гбдд чтобы они там смогли получить новые права вот выходцы из средней азии но уже граждане россии это важно встали в очереди за получением водительских прав и тут же получили что правильно шанс на единение на входе начали раздавать повестки иногда достаточно просто открыть в интернете сайт по аренде квартир россии в каждом объявлении ты прям чувствуешь насколько едино российский народ вот я думаю это все помнят сдаем квартиры только представителям славянской внешности даже в масштабах одной конфессии чувствуется единство я думаю что вы помните с нож таки до жители воронежа не хотят сдавать квартиры жителям белгорода мы об этом говорили в прошлом выпуске обязательно посмотрите если не видели судя по этим примером возникает ощущение что народы в россии хотят не единение а уединение причем многие хотят уединение вот основного народа россии но российские пропагандисты продолжают настаивать на том что все прекрасно в россии он даже американцы переезжают великую могучую кумиром за этот патриотов стал американец который приехал воевать за путина в украину по каналам за этого инкора стала распространяться видео с бывшим американским военным виллом который осознав что на самом деле происходит в украине поехал воевать добровольцем и даже успел поучаствовать в штурме оккупированные ныне от девки правда казалось что на самом деле солдат вилл это вилмер пуэлла мото бывший член городского совета города холиоко в массачусетсе в сентябре 22 года его арестовали за внимание хранение детской порнографии подделку документов потом выпустили под залог и за два дня до суда он просто сбежал из сша в стамбул оттуда перебрался в россию у себя в фейсбуке он опубликовал фото кремля в качестве места работы указал минобороны рф знаете вот такое ощущение что россия прям поставила перед собой очень такую серьезную амбициозную цель собрать у себя всех муков на планете ну а тот кто их так привлекает продолжает насиловать мозг своими речами в этот раз он решил процитировать библию знаете что мне пришло неужели тромб нет тогда извините что прервал продолжим евангелие помните иисус пришел в галилею и рядом с морем галилейским увидел рыбаков кто-то рыбу ловил кто-то сети поправлял и он им сказал идите за мной и вы будете ловцами человеков то есть человеческих душ они стали проповедниками его учениками это было очень важно период становления мировых религий а это все традиционные все четыре традиционные религии на россии это не только христианство но и все наши традиционные религии но это не менее актуальным оказалось и сейчас когда мы вынуждены и должны защищать наши традиционные ценности попытка представить преступную войну который развязал путин как борьбу за традиционные ценности как антисатанинскую войну выглядит конечно как по мне не очень убедительно уже не одна сова была порвана в попытках быть натянутой на этот странный глобус но тем не менее религиозная пропаганда в россии уже ничем не уступает обычной российские спецслужбы рассказали очередную историю про злобных украинцев которые отправили в россию иконы со взрывчаткой сценарный отдел фсб придумал следующее значит по маршруту украина румыния венгрия словакия польша литва латвия россия следовал церковный инвентарь в котором по итогу нашли якобы конечно нашли 27 самодельных взрывных устройств 70 килограмм взрывчатки 91 электродетонатор и части выстрела рпг-7 вот скажите на кого это рассчитано вот смотрите то есть кто-то хотел переправить в россии взрывчатку так и решил что незаметнее всего будет замаскировать ее значит в иконах правильно потому что ну ни один российский пограничник и таможенник увидев десятки икон не поинтересуется а с какой целью их пытаются ввести в россию не проверит их потому что в россии так сильно сильной вернее православие что никто туда не въезжает без десятка икон это привычная ситуация и поэтому пограничник такой так а что это вас тут а иконы хоть на нет нет проезжайте конечно не не паспорт даже паспорт не нужен я же по иконам вижу что человек хороший на и бог вам здоровья и хорошей дороги свят 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 теорию причастности украины к событиям в крокусе продолжают гнуть и официальные лица в россии сергей лавров заявил следующее цвета то уже очевидно что в теракте в крокусе не обошлось без украинского следа конец стат знаете есть такие вот плюшевые мишки для детей если такую мишку наклонить он начинает издавать какой-то звук или фразу говорить я люблю тебя вот у современных игрушек таких фраз может быть даже несколько но в случае с лавровым он больше напоминает плюшевую мишку прошлого поколения вот как его не наклоняем всегда будет гореть одно и то же наклоняешь он такой украинский след обычно такие игрушки быстро надоедают но даже если такого плюшевого куда-то выкинуть а потом случайно наступить на огонь все равно начнет рассказывать про украинский след помните ему рассказывали о том что в россии выпустили путяша вот так он выглядит такая игрушка вот может стоит сделать игрушку лаврова какого-нибудь лаврушу может и у вас есть вариант как можно назвать такую игрушку напишите об этом в комментариях надо признать что к сожалению даже такая примитивная пропаганда действует около 16 тысяч россиян заключили контракты на участие в так называемые своза последние 10 дней основным мотивом служить они называют желание отомстить за теракт в крокусе это сообщение от министерства обороны россии поэтому с одной стороны конечно может оказаться очередной ложью с целью заставить россиян действительно идти подписывать контракты потому что мы помним и информацию министерства обороны россии про уничтоженные уничтожение всей украинской системы пво в первые дни полномасштабного вторжения мы помним про тысячи уничтоженных хаймерсов и патриотов но даже если эта информация окажется хотя бы частично правдивой то следующий раз когда вам кто-то скажет что ответственность за войну несет только путин и его окружении покажите ему эту новость как в принципе и следующую судебный пристав басманном суде запретил журналистам показывать сердечки вот антонине фаворской который обвиняют в участии в деятельности фбк пристав заявил что это будет расценено как тайный знак экстремистского сообщества ого это что-то новенькое правда пристав не учел что работа у них прибавится теперь сети можно найти множество таких тайных знаков и показывают их очень уважаемые люди в россии тут важно конечно понять все эти люди действуют по одному или все-таки такой вот знаете экстремистская организация цель которой навредить россии я думаю мы скоро узнаем возможно скоро киркоров запишет видео где расскажет как что иногда в жизни человека бывают не только моменты когда он заходит не в ту дверь но и когда руки сами складывают не те фигуры но если серьезно то конечно хочется понять а что дальше что дальше российские суды запретят или назовут тайным знаком экстремистского сообщества в россии улыбку когда ты просто улыбнулся незнакомому человеку потому что у тебя хорошее настроение похлопывание по плечу обнимание поцелуй я думаю что мы очень скоро об этом узнаем узнаем и точнее поговорим и об экономике россии как и ожидалось после мероприятий которые ошибочно назвали выборами в россии началась реализация после выборной программы победителя она сильно отличается от предвыборной но пока это в россии особо никого не беспокоит премьер-министр россии михаил мишустин заявил что запланированное повышение налога включая налоги на доходы физических лиц будет способствовать благу граждан он правда не уточнил как именно но ярче всех на эту новость отреагировал пробник владимира жириновского глава лдпр леонид слуцкий и за это нужно поблагодарить правительство спасибо но это же еще не все в госдуме призвали остановить продажи пиццы и вернуть российские пироги депутаты предложили развивать кулинарный патриотизм и открыть блинные пирожковые другие российские заведения общепита заявил член комитета госдумы по малому и среднему предпринимательству алексей говырин по его словам традиционные российские закусочные сменили пицца суши и другая зарубежная кухня депутат полагать что надо обязать торговые точки продавать блины и традиционные блюда обязать что-то можно сказать и за это нужно поблагодарить правительство значительные прорывы происходят и на космическом фронте роскосмос представил новый проект космической станции которая полетит 2027 году правда куда полетит зачем полетит пока неизвестно планируется конечно она будет летать вокруг земли по полярной орбите полярная орбита я думаю что скорее всего все таки будет биполярная какая-нибудь орбита и важно чтобы у новой космической станции была установлена система которая позволит все-таки отличать ее от космического мусора подобные новости появляются в россии постоянно в них только меняется год реализации проекта а вообще не удивлюсь знаете если мы скоро увидим что вот этот макет который был на фото можно запросто купить на алиэкспресс за пару десятков долларов хотя кто то возможно скажет да все получится у россии есть свои технологии не хуже западных и это правда новые технологии в оренбурге пришли на помощь в уборке огромной лужи местных телеграм-каналах пишут что жители наблюдают эту картину уже не первый день вот что называется хороший вид из окна и за это нужно поблагодарить правительство не знаю какое место в россии занимает оренбург по комфортности проживания например белгород вошел в топ-5 городов с условно комфортным климатом по версии экспертов минстроя не знаю какой именно климат учитывался но точно не психологически уверен что в скором времени за попадание в топ-5 поборются еще и ростов и ейск и энгельс сейчас когда я записываю это видео поступает информация что в этих городах а точнее на аэродромах этих городов произошло нашествие хлопков пока нет проверенной информации количество уничтоженных российских самолетов подождем как подождем и возможны реакции на эти сообщения события от например организации объединенных наций напомню он выступила против а так назовут по производству дронов в татарстане поэтому кто знает может и сейчас мы что-то подобное услышим правда стоит отметить что он почему-то молчит когда россия кабан практически ежедневно пытаются стереть земли харьков не слышно и призыва он к россии вывести свои войска с территории украины вот как тут не вспомнить картину принц мира и еще называют иисус стучится в окна уон потому что на ней изображен иисус который как бы пытается обратиться к организации объединенных наций картина была написана гарри андерсоном еще в 1962 году и в этой работе гарри андерсон спускает иисуса на землю и его устами как бы задает вопрос организации которая создавалась для разрешения конфликтов для борьбы с несправедливостью этот вопрос звучит очень просто а чем вы занимаетесь вообще зачем вы нужны человечеству сам автор иронично называл свою картину бессмысленность бесконечной озабоченности поэтому не стоит рассчитывать на он не стоит постоянно расстраиваться то что союзники не могут выполнить свои обещания или выполняют но медленно нужно верить в себя в тех кто рядом потому что история уже не единожды доказала что победить можно только если ты продолжаешь быть сильным терпеливым упертым уверенным несмотря ни на что подумайте об этом а чтобы все это легче давалось смотрите нашу программу можете даже поддержать лайком комментариям и подпиской на канал слава украине живи беларусь до встречи